Я недавно услышала фразу, которая меня поразила, посвесла, и которую я все-таки перестраиваю. И вот в вчерашнем концерте мы говорим, как ты связан? Я услышала такую фразу. Свесла аура людей. И это влияет на литературу, на искусство, на взаимоотношения людей. Что-то случилось в мире. Да. Вы согласны с этим? Ну, еще как, это уже стало общей мерзкой. К сожалению, стало бесспорно. И бывает исключением. Но в принципе, мир находится в неужели. Мир? Мир как таковой. Посмотрите, что делается. Страшно тебя нет. Я вижу это, я понимаю, я страдаю от этого. Я вижу, чувствую собственную беспомощность и беспомощность людей. Очень сильных энергетически. Но я вспоминаю своих родителей, которые говорили, что мир стал не тот, и он изменился. И действительно, то, что они любили, поднялось на другой уровень. И на мой взгляд, даже более высокий. Вы же знаете, вы работали с такими корифеями, которые подняли литературу, искусство, театры. И кино на такой уровень, что да. Дело в том, что вот этот прагматизм, этот вещизм, это, так сказать, мамона. Даже, понимаете, это старый разговор цивилизации, вещь неплохая. Но она как бы и губит ее. Это старый разговор философский. Сейчас в прошлом веке. Ну понятно, цивилизация, которая очень достигла высоких уровней падения. Знаете, цивилизация технино-технологическая там такая, она растет, у нее прогресс. А духовному прогрессу, наоборот, всегда зволенность. Изменение моральных критериев. Изменение. Исчезли все табу, запрет. Вы понимаете, я человек, широко смотрящий, так сказать, на мир. Но есть вещи, которые, с которыми, ну, трудно. Когда однополые браки. И тот, кто смеет заявить, что это, я, во всяком случае, с точки зрения религиозной, это грех. Начинаются нападки. Ну, тут на эту девушку, мисс Калифорния. Смешали с дерьмом. Что она сказала? Это противоестественно. Ну, это действительно противоестественно. И многое другое. Наркомания. Коррупция. Ну, что это? Убийство. Жизнь человека перестала. Три копейки. Ну, прямо скажем, после 37-го года она вообще ничего не сказала. Включилась 37-й, но 37-й само собой. Но она, 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 понимаете, 37-й, а что это, когда врывается в школу, человек убивает 34 там ученика? И это в России, и это в Америке, и это где хотите. И... 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 Вы отдаёте энергию. Вы отдаёте. А где ваш аккумулятор? В чём вы восполняете свои силы? Откуда? Я вам вспомню. Разные способы. Но всё-таки истинный питание. Ну, во-первых, ты... Такого рода концерт, это, тем больше, не все разные, это как литургия. И... Её можно отслужить формально, как это делают некоторые священники, а некоторые вкладывают в это дело. Потому что мы же поражаемся, как священник может какой-то... Слушать исповедь, сколько надо иметь нервов, чтобы выслушивать исповедь. Формально её выслушать, отвечать душевно на неё, пока-то есть. Если ты... Как бы вникаешь в то, что ты читаешь, каждый раз и ищешь какие-то краски, так сказать... Ты находишь их... Тебя как бы Господь посылает, и публика... То есть она хорошая, она тебе тоже отдаёт энергию. В этот энергообмен могу поверить. Она может отнять, она может отдать, она может быть различной. Это для меня абсолютно понятно. Но есть ещё то, есть что от Бога дано. Есть талант. Есть люди подобные и много. Есть талант. Талант, который не зарыт, как тот талант, который не зарыт. Оно ещё и даётся, что называется. Это естественное понятие. И вот теперь мой вопрос. Талант дан от природы, то это просто вопросов нет. Плюс опыт жизненный, плюс труд огромный. Это даже я не спрашиваю, это я абсолютно, что называется, утверждаю. А потом, не может возникнуть такая ситуация, когда есть талант, есть наработки, есть опыт, и может прийти автоматизм какой-то. Его надо избегать всех. То есть это страшно делать? Да. Ты должен просто каждый концерт, начинай, как говорил Станиславский, вот всё забудь. И вот сейчас, сегодня, сию минуту начинай заново. Вот как в первый раз. Это для себя. Да. А для публики. Также для публики. Когда вы выходите. Как-то как раз мне очень понравилось о том, что задача искусства состоит в том, чтобы убедить людей в невозможном, в нереальном. Часто. Ну, правильно. Условность жанра, даже того же любимого, если вы помните, ни декорации, ничего, а народ выходил потрясенный, сходили с ума. Ну, разные. Естественно. Разные могут быть способы, да. Это просто пример такой был наглядный, который, что называется, потряс тогда, когда мы первый раз увидели. То же самое вот способ. Вы без костюмов, без декораций вы читаете, а у меня, я вчера ушла, я просто пришла, я валидолчик попила, я была рада. Я была рада этому, потому что сердце разбушевалось хорошей, доброй болью. Просто, что называется, это вы блокированы без всяких декораций и всё. И вот теперь у меня вопрос. Как вы считаете, вот чтобы ввести в это состояние, чтобы передать, да, есть талант, да, есть опыт, да, есть помогательные средства, что это для вас? Обман, заблуждение, гипноз, энергообмен, как вы общаетесь с ним? Ваше понимание, конечно, трудно. Я выхожу, мне хочется что-то чем-то поделиться с публикой и мыслями, и через поэзию, через разговор, через что хотите. Заворожить их, красотой, гармонии. Людям не хватает гармонии, а настоящая поэзия – это гармония, это как музыка. Вот почему ты так зависишь от звука, от звука собственного голоса.